В этом видео я хочу затронуть тему Тёртлинга, то бишь игре от защиты. Гайл является отличным примером, если не лучшим. Противник играл своим мейном, то есть своим коронным персонажем. Я же просто решил немного потренировать Гайла. Ранг у оппонента был гораздо выше, так же как и его боевые баллы. Так что особо я ни на что не претендовал. По ходу боя разница в скилле была заметна. Рю действовал агрессивно, а мне приходилось полагаться на терпение, реакцию и удачу во время обманных бросков. Комбо постоянно срывались, да и антиэйр не удавался особо. Внезапно я понял, что не ошибся с выбором. Ультры и чип дамагом добил врагам. Второй раунд не нуждается в комментах. Меня разводили на фокус-атаку и переиграли в целом. Да и отчаянный флеш-кик в конце все перечеркнул окончательно. Третий раунд меня вообще удивил. Все было безнадежно, но увлечение прыжками сыграло свою роль. Давайте посмотрим. Третий раунд меня еще разводить. ПОЕТ НА АВТО. НЕ ОКОНОМИ! НААВТО! НААВТО! ПОЕТ НА АВТО! ПОЕТ НА АВТО! ПОТНОМИ! В итоге игра от защиты D плюс ранка оказалась сильнее агрессивного мейн-персонажа класса B. По сути, начинающему игроку проще играть от защиты. Агрессивные бои, конечно, интереснее, но нужно уметь адекватно оценивать свои шансы. Такой динамичный стиль требует скилла и знания об игре. Я не говорю о том, что всем теперь надо турклить. Просто на разных этапах игры для каждого игрока подходит какой-то свой сформировавшийся стиль. Я на этом тоже останавливаться не буду. Меня еще ждет понимание бланки и веги. Они не слишком популярны и незнание их противниками может сыграть на руку. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше. До следующего видео, всем пока!